Довольно забавная новость пришла из Латвии. Так, некая местная комиссия по оценке экономического ущерба, якобы нанесенного Латвией, так называемой советской оккупации, предлагает взыскать с России сумму за этот якобы имеющийся ущерб в размере целых 185 миллиардов евро. И это еще без учета так называемых демографических требований. Сама комичность ситуации заключается в том, что Латвия рассматривает Россию как прямого правоприемника Советского Союза. Более того, еще раньше это пытались сделать две другие страны Балтии, Литва и Эстония. В связи с чем эту новость, хотя, как мне представляется, она и комична, и требования эти невыполнимы, но полностью ее игнорировать было бы неправильно. Каковы могут быть дальнейшие действия прибалтийских стран? Скорее всего, они намерены скоординироваться и требовать от России отменить продовольственное эмбарго, которое Россия наложила на Евросоюз в ответ на экономические санкции, а также разрешить прибалтийским странам экспорт шпрот в Россию. Ведь по оценкам Евросоюза, Латвия и Литва являются теми странами, которые понесли наибольший экономический ущерб от российского продовольственного эмбарго. Но самое интересное, что Латвия, выдвигая такие странные требования, забывает о том, что Советский Союз в свое время вложил в экономику Латвии такие денежные средства, которые намного превышают сумму нынешних требований вот этой комиссии к России. Так, по нашим оценкам, на территории Латвии на момент распада Советского Союза работало около 500 предприятий, большинство из которых в постсоветский период, и особенно когда Латвия стала членом Евросоюза, были практически уничтожены. Но если бы они существовали сегодня, то по нашим оценкам, многие из этих предприятий можно было бы оценить в размере от 500 миллионов до миллиарда долларов. Важно отметить, что на территории Латвии находился также уникальный по советским меркам высокотехнологический завод ВЭФ, который, по нашим оценкам, опять же, сегодня мог бы стоить от 2 до 3 миллиардов долларов. Таким образом, Россия, если она по каким-то причинам захотела бы выставить встречные требования к Латвии, то она бы выставила намного большую сумму. Политический бумеранг мог бы вернуться. А это для экономики Латвии было бы не кстати. Мало того, что Латвия в свое время уничтожила промышленность, но в альтернативу советской промышленности в экономике Латвии так и не было создано ничего. Латвия в данном случае является страной-транзитером европейских товаров, опять же, в Россию и другие страны СНГ. Но поскольку Россия наложила эмбарго на Евросоюз, то сейчас объем этого транзита значительно сократился. Поэтому уже ясно, что Латвия, а также другие страны Балтии со своими требованиями выступают совершенно не вовремя.